МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В прямом эфире программа Вести Хакасия. В студии для вас работает Татьяна Донцова. Добрый вечер. И вначале главные темы. Трагедия в спорткомплексе Абакан. Продолжение. Вслед за тренером обвинение предъявлено директору учреждения. Сезонное благоустройство. Жители колодезного вынуждены все лето жить без горячей воды. На память о Хакасии. Местные мастера готовят сувениры к международному форуму. Из Абакана за границу чартерными рейсами. Такая возможность появится у пассажиров, как только завершится реконструкция аэропорта. Сегодня прямо на аэровокзале глава республики Виктор Зимин провел совещание, посвященное настоящему и будущему воздушных ворот Хакасии. Репортаж Алексея Гончаренко. Еще не так давно это здание Абаканского аэровокзала называли новым. Год сдачи в эксплуатацию – 1988. Все это время здесь практически ничего не менялось. За 25 лет отделка и внутренняя, и наружняя морально устарели. Сегодня дирекция аэропорта демонстрирует первые изменения к лучшему. Реконструированное кафе способно принять посетителей значительно больше и качественнее обслужить. А обновленные туалетные комнаты оснащены автоматическими приборами для гигиены. Они включаются без малейшего прикосновения при одном только появлении человека. Реконструкция взлетно-посадочной полосы и стояночных мест для самолетов началась в прошлом году. Подрядчики вменяют старое покрытие. Новое укладывают с применением современной электронной техники высокой точности, поскольку покрытие должно быть идеально ровным. Оборудование идет высокоточное, то есть оно настроено для автоматизированного управления, то есть данная машина фрезой Ферген, для точности фрезерования. То есть закачивается проект в данный прибор, и уже прибор работает в автоматическом режиме с машиной. То есть получается, что мы идем. Все в СНИПах, все по ГОСТу. Взлетно-посадочная полоса протяженностью 3,2 км будет полностью реконструирована в этом году. И способна будет принять самолеты любого класса, как пассажирские, так и транспортные. Мы будем принимать любые сады воздушные сады, которые существуют самолеты. То есть даже 380? Без проблем. Мы даже будем готовы принять Руслана Антель. На совещании, посвященном развитию аэропорта, временно исполняющий обязанности главы Хакасии Виктор Зимин поставил задачу организации чартерных рейсов из Абакана на популярное зарубежное направление. Хотелось бы, чтобы наши пассажиры прекратили летать на отдых из других городов России. Чартеры должны быть организованы с Абакан. Не знаю, Таиланд, Турция. Хотя бы вот эти направления популярные нужно прорабатывать. Вероятно, расширится география перелетов и внутри страны. По информации дирекции аэропорта, 4 года назад из Абакана было всего 3 рейса в неделю. Сегодня значительно больше. Ежедневно в Москву, Норильск и Томск. С 12 июля мы планируем. Вот вчера вопрос, что началось обсуждаться с компанией Таймыр. Это будет рейс Абакан-Красноярск-Норильск. Норильск-Красноярск-Абакан. Ну, у нас в Норильск рейс уже есть, но это еще один дополнительный рейс появится. Ну и самое главное, что появится рейс на Красноярск. Вот эта же компания. Один из важнейших вопросов – стоимость перелетов. Он тоже не остается без внимания. Потому что иначе увеличить пассажиропоток и сделать Абаканский аэропорт привлекательным будет невозможно. Говорят, в феврале и марте этого года цена билета до Москвы из Абакана была ниже, чем из Красноярска. Алексей Гончаренко, Антон Новожилов, Вести, Хакасия. Два человека погибли сегодня утром в результате аварии на Скиском тракте. Причем все произошло рядом с тем местом, где ровно неделю назад тоже случилась трагедия, в которой погибли четверо участников автокатастрофы. В салоне «Жигулей» 15-й модели находилась семья из трех человек – мужчина, женщина и 11-летний ребенок, а также пассажир 30 лет. Они ехали со стороны Аскиза в Абакан. Отец семейства не справился с управлением, автомобиль выехал навстречу, слетел в кювет и перевернулся. В итоге мужчина скончался в машине скорой помощи, а ребенок в реанимации Аскизской ЦРБ. Женщина и парень в тяжелом состоянии находятся в хирургии. В ГИБДД добавляют, что погибший мальчик не был пристегнут ремнем безопасности. Он сидел на заднем пассажирском сидении за спиной отца. В Рженкидзевском районе сегодня нашелся мужчина, которого искали с конца прошлой недели. Напомним, накануне мы рассказали, что 49-летний работник золотодобывающего рудника в минувшую пятницу ушел в тайгу и не вернулся. Сначала его искали сами работники прииска. Через несколько дней, отчаявшись, они обратились в МЧС. Спасательная операция началась с пеших поисков. А спустя несколько дней подключили новейшую технику – беспилотный самолет, оснащенный видеокамерой и тепловизором. С его помощью были обследованы территории, где пропавший предположительно мог находиться. Однако и это оказалось безрезультатным. Все разрешилось неожиданно. Мужчина нашелся сам. Сегодня около полудня он самостоятельно вышел к руднику. Спасателям сказал, что не заблудился, а просто гулял. Жители поселка Колодезный в очередной раз подняли проблему некачественных коммунальных услуг, которые год подряд летом здесь нет горячей воды. Причина банальна – долги. Но как изменить ситуацию в Ширинском районе придумать не могут. Репортаж Юлии Константиновой. Вот наша благоустроенная квартира. Открываем кран, идет ледяная вода. Уже девятый год Галина Прибур остается летом без горячей воды. В таком же положении около 600 человек. Пять многоквартирных домов, жители которых, узнав о приезде съемочной группы, вышли на стихийное собрание. У Ольги с толковой под опекой. Семеро детей. Чтобы семерых искупать, надо целый день греть ее, чтобы по очереди искупать ребятишек. У кого есть возможность, те поставили себе водонагревательные приборы. Не учитывается то, что дома старые. Проводка может полететь. Котельную затопят, допустим, в сентябре. Водичку нам дадут горячую. Отключат, вот, и воды нет горячей. И полгода мы без горячей воды. Почему? Не платежи. По официальным данным, долг населения поселков Жемчужной и Колодезной за коммунальные услуги на сегодняшний день составляет 5 миллионов 800 тысяч. Плюс юридические лица. Курорт, санаторий, школа, детский сад. Вместе задолжали Хакрес водоканалу больше 6 миллионов. Почти 4 энергетикам, которые попросту отключили электроэнергию в котельной. Мы пошли навстречу, создали комиссию по не платежам населения. 20 повесток отправили, значит, пришел один человек, чтобы разобрать, может быть, дать срочку кому-то. Кто-то не может выплатить. Здесь, я могу сказать, что недобросовестные отношения жителей поселка. Ими, в том числе, микрорайона Колодезной. Не платит около 40% населения. Точнее, часть не может, ведь большинство жителей поселка работают на курорте озера Шура, где сейчас идет сокращение и зарплату не выдают, лишь авансы. Часть не хочет, фактически проживая в квартирах в сезон, летом или сдавая их отдыхающим. Ситуация сложилась безвыходная для добросовестных жильцов. Мы все-таки хотели бы хоть чего-нибудь добиться, какой-то помощи. И конкретного ответа, когда у нас будет горячая вода. И как нам бороться с этими должниками, чтобы из-за них не страдали остальные люди. Пока эффективных путей воздействия на неплательщиков не в состоянии найти ни жителей, ни коммунальщики, ни местные власти, ни даже федеральные. Юлия Константинова, Владислав Кустовой, Тристи Хакасе. В деле о мартовской трагедии в спорткомплексе Абакан появился еще один фигурант. Обвинение предъявлено директору Галине Чудиновой. Статья «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека». По версии следствия, директор, являясь ответственным лицом, сдавала в аренду помещение спортивного зала индивидуальному предпринимателю Михаилу Стоянову. При этом руководитель знала о том, что гандбольные ворота не закреплены надлежащим образом и не могут применяться для проведения занятий. В результате несоблюдения директором требований безопасности 14 марта во время тренировки 7-летний ребенок, доставая мяч из ворот, запутался ногой в сетке. В результате рывка конструкция упала на мальчика, спасти его не удалось. Напомним, около месяца назад обвинение также было предъявлено самому тренеру Михаилу Стоянову. Если вина фигурантов дела будет доказана, им грозит до 6 лет лишения свободы. Полицейским Хакассии пытались дать взятку медвежьими лапами. ВАЗ-12 модели был остановлен на трассе за нарушение правил дорожного движения. За рулем находился 31-летний житель Тывы. В багажнике полицейские обнаружили 8 медвежьих лап. За несоставление протокола об их изъятии браконьер предложил сотрудникам ГИБДД взятку в размере половины добычи. Добавим, на нелегальном рынке медвежьи лапы активно скупают в Китае, где лапа медведя – одно из традиционных блюд. За одну лапу на черном рынке берут от 2,5 тысяч рублей. Долги чреваты лишением имущества. В этом на собственном опыте убедились сразу 34 жителя Черногорска. Судебные приставы провели масштабную операцию по изъятию имущества неплательщиков. Бытовая техника и другие вещи будут распроданы, а вырученные средства пойдут на погашение долгов. Рассказывает Наталья Гармашова. Согласно фирмену об исполнительном производстве, вы знаете, что у вас сумма за должность 2283,54 рубля. Я подождите, я 1300 платила и платила еще 600 рублей. То есть это получается? Одна квитанция у меня от заливных приставов на 1300, а на 600 рублей дома лежит. Юлия – мать-одиночка, безработная, живет в общежитии. Ежемесячный доход не больше 500 рублей в месяц. Выплачивать долги практически нереально. Приставы пришли, чтобы забрать мобильный телефон и фотоаппарат. Вырученные от продажи средства должны пойти в счет задолженности. Но цифровой техники в доме не оказалось. Хозяйка пояснила – заложила в ломбард. Пока судебные приставы вынуждены попрощаться с женщиной, но ненадолго. Не раз вернуться предстоит и в другие комнаты общежития, чтобы застать хозяев-должников дома. Тамара Алексеевна тоже жительница общежития. Задолжала за коммуналку. Говорит, не по собственной воле. Много. Я когда к писавам ходила, я сказала, как у меня деньги есть, я плачу. А пойду на пенсию, будут с меня высчитывать. Каждую неделю плачу я. Ну как, по 300, по 500 рублей я плачу. Из вещей, которые можно забрать и отправить на реализацию, оказался только электрочайник. Как без чайника? Есть еще что-нибудь? Нету. В кастрюлю буду кипятить. Оценили технику в 200 рублей. Весь долг, конечно, эта сумма не погасит, но хоть что-то. В этой квартире тоже, по информации сотрудников управления, числится должник. Парень не выплатил пять штрафов ГИБДД. Сумма 600 рублей. Но, как выясняется на месте, молодой человек живет в другом регионе страны. На поиски арестованного имущества уйдет время. А вот жильцам этой квартиры повезло меньше. Со стиральной машиной и микроволновой печью пришлось расстаться в считанные минуты. Хозяева задолжали более 200 тысяч. Телевизоры, компьютеры, телефоны, мебель. Основное, что забирают приставы у неплательщиков. Но есть и не совсем обычные вещи. Были такие случаи наложения арестов на домашних животных. Это свиньи, коровы. Устанавливались, то есть истребовались документы, налагался арест. Должники, когда налагались на домашние животные, арест, должники оплачивали. Вот недавно мы вводим практику. Это арест заборов, ворот. Мы сам гараж не можем наложить арест, потому что гараж находится на территории частного дома. Эти ворота тоже в арестантском списке. Сотрудники организации, которые реализуют имущество, не сомневаются. Покупатели найдутся быстро. А значит, часть 50-тысячного долга, который числятся на хозяевах дома, будет оплачена. За один вечер приставы Черногорска изъяли имущество у 34 должников. Общая сумма – 40 тысяч рублей. По словам сотрудников, такие визиты носят больше профилактический характер. Многие должники буквально на следующий день спешат гасить суммы, и даже достаточно крупные. Наталья Гармашова, Антон Новожилов, Вести Хакасия. Уже завтра выпускникам школ вручат аттестаты. В этом году средние учебные заведения республики окончили более 2700 молодых людей. Из них 145 с золотыми медалями и 104 с серебряными. Это чуть больше, чем в прошлом году. Между тем, праздничным завтрашний день будет не для всех 11-ти классников. Те, кто пересдавал экзамен, получат результаты только в конце следующей недели. И если оценка будет положительной, им будет выдан документ об окончании школы. Кстати, в этом году с первого раза не прошли тестирования по основным дисциплинам относительно немного выпускников. Русский язык и математику провалили от 1 до 1,5% школьников. Для сравнения, в прошлом году это было более 6%. По данным Министерства образования республики, выросло и число высокобальников. 12 школьников набрали 100 баллов по той или иной дисциплине. Среди них немало из районов. Выпускники при поступлении в ВУЗы, им даже не обязательно представлять свидетельства о результатах ЕГЭ. Им достаточно в заявлении просто указать количество набранных баллов. Сейчас задача выпускника подать документы в любой из пяти выбранных ВУЗов на три направления в каждом и определиться уже потом окончательно. А вот пятерым одиннадцатиклассникам с ВУЗами придется повременить целый год. Аттестаты этим летом они не получат. У школьников двойки по обоим основным предметам – русскому языку и математике. В Хакасии идут последние приготовления к третьему международному историко-культурному форуму. Помимо насыщенной содержательной части, организаторы уделили большое внимание атрибутике мероприятия. Все сувениры, за исключением полиграфии, выполнены руками местных мастеров. Что останется на память о Хакасии у гостей форума, выясняла Олеся Калиниченко. От такого приглашения невозможно отказаться. Конечно, гости третьего международного форума историко-культурное наследие уже давно подтвердили свое участие. Но, получив такой музыкальный пригласительный, звонят и говорят отдельное спасибо. Главная тема форума – культурное наследие. Поэтому вся сувенирная продукция с хакасским национальным колоритом и сделана из экологически чистых материалов – войлок, дерева, лен. Бейджи, конечно, для участников. Функциональность их заключается в том, кроме стандартного набора, украшена наша мужская и женская тема. Здесь кладется или телефон, или очки. А женская тема – она паго, тоже она вышитая, но так и с таким небольшим украшением, тоже так же функционально. В этом году цветовую гамму форума расширили. Базовыми остались коричневый и песочный. К ним добавили изумрудно-зеленый, цвет ириса и жарков. Среди сувенирной продукции нет случайных вещей. В подарочном наборе продумана каждая деталь. Для работы на форуме – деревянные ручки и флешки, удобные вместительные сумки. Для редких минут отдыха – калейдоскоп цветы хакасии, кружки, травяной чай и конфеты, которые вряд ли будут хранить как память. В каждой коробочке одна конфетка, наша черемуховая, которую все очень любят, и москвичи любят, тоже всегда нам просят и заказывают. Чем она интересна? Что на каждой конфетке хакасское благопожелание. Третий международный форум начнет свою работу на следующей неделе, с 26 по 30 июня. В его рамках состоится масса культурных и социально значимых мероприятий. Для всех жителей хакасии во время проведения форума в Республиканском краеведческом музее будет открыта выставка шедевров мирового искусства. В драм-театре дадут концерт солисты Мариинского театра, а на стадионе Саяны выступит скрипачка Ванесса Мэй. Ввести судебное разбирательство на национальном хакасском языке. С сегодняшнего дня такое вполне возможно. В Институте истории права ХГУ прошла презентация русско-хакасского словаря юридических терминов. Сегодня в хакасском языке, если речь идет об экономике или праве, используется множество неологизмов. Автор книги Геннадий Тюндешев, доцент, кандидат юридических наук, в своем словаре привел около 3000 юридических слов и словосочетаний на хакасском языке. Причем, как выяснил автор книги, хакасский народ обладал собственной богатой правовой терминологией и не заимствовал ее из других языков. Скорее наоборот, в русском языке встречается большое число заимствованных правовых терминов. Много слов, которые имеют тюркское происхождение, тюркские корни, правовые, экономические, в общем-то, это я сделал открытие. И наоборот, есть обратное, например, в кызыльском диалекте договор есть, а это чисто русское слово. Мы говорим «сохлад», и даже «праздник» есть, а это слово русское, «заклад». И это все на сегодня. Телефон нашей редакции 22-72-82. Звоните и смотрите «Вести». Всего хорошего. До свидания.